История эта началась совсем необычная, когда в 90-м году вдруг появилась заметка в газете о том, что продается остров. И там такой очень интересный был мужик лежал на пляже, и пальма была такая. И продается остров. Краткая заметка. К сожалению, там было такое место особое, и о нем мало кто знал. И даже на многих картах его не было. Там было секретное военное учреждение. О Каневском монастыре и преподобном Арсении, которого мы встречали, конечно, в Святцах, я узнал от Фина, моего собрата, моего друга, сакашника, владыки Арсения. Он написал книгу, потому что в свое время на Новом Валаме в Финляндии он еще застал старую братьеву. Но потом как-то так я даже и не обратил внимания, где он что. Ну, знал, в Ладоге. КОНЕЦ Для России XIV век – это время очень интересного. тяжелых испытаний. И дело не только во внешних нашествиях бесконечных, потому что они были, есть и будут. Но дело в том, что это было испытание твердости веры, удивительно, но в это время величайшее творение русских иконописцев. Казалось бы, все рушится, а дух становится крепче и крепче. Если монахи первых веков христианства на Востоке уходили в настоящие пустыни, отсюда и слово пустынь, то у нас на севере климат другой пустыни нет. Но у нас есть бескрайнее холодное Ладожское озеро. море, как его называли, небо. И эти воды холодные стали нашей русской пустынью для тех, кто искали ответы на вопрос «Зачем ты живешь?». Произошло это в 1393 году, когда монах Арсений прибыл сюда на остров Каневец. Сам он по рождению был новгородцем. Судя по всему, родился он в семье ремесленников. В молодые уже годы принял монашеский постриг в новгородском монастыре на Лисьей горе. Порядка десяти лет он прожил в этом монастыре. А затем, поскольку Новгород, в частности Льсегорский монастырь, они в то время поддерживали связи со Святой горой Афон, то он спросил благословения и ушел на Святую гору. И порядка трех лет подвязался на Афоне. Там, на Афоне, казалось, тоже был в комфортных условиях, в условиях юга. Ему что-то не хватало. И он, испросив благословения, покидает пределы Афона и прибывает сюда, в этот северный край. Как знак, как видимый образ. Был взят образ Пресвятой Владычицы Богородицы и, как благословение, вручен ему. Ведь эта земля Карелов, она своеобразная земля. Мы знаем, что остров, на котором сегодня расположен монастырь, он был языческий. И люди здесь приносили даже жертвы. И тогда, когда преподобный пришел на остров, ведь он же изгоняет беса. Он совершает литургию, совершает молитву, окропляет этот конь-камень. И, как летописец повествует, из него вылетает множество воронов. И природа непростая. И все непросто. Ведь Ладьяна, который он сюда пришел, он ее направлял дальше. Он желал найти место, которое было бы подобно Афону. Но Десница Божия этот кораблец снова возвращала сюда. Именно с этого места, где теперь расположен Каневский скит, жизнь монастыря и началась. И после того, как вот это место стало затопляемо, он уже поднялся выше. И где сегодня стоит усадьба, он там заложил монастырь. Уже в 1398 году была поставлена первая каменная церковь. И кроме того, ну вот собор Рождества Пресвятой Богородицы, он большой по нынешним меркам. Строился он на том же самом фундаменте, который заложил еще сам преподобный Арсений. То есть, видимо, он еще тогда понимал, насколько собор этот будет значим, посещаем. Вот, может быть, даже наши времена предвидел. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вы знаете, всегда говорили, что Каневец находится в тени Валаама. Валаам – это архипелаг, большой монастырь. Но здесь такой был свой уклад. Здесь какой-то такой свой дух был, свой микроклимат. И, наверное, и дворян он привлекал. Потому что, ну да, Валаам есть Валаам, а здесь вот как-то все по-особому. Трудно, наверное, человеческим языком передать, но самое главное – дух любви, дух братского взаимопонимания и общения, он здесь живет. Каневец маленький, Каневец уютный, Каневец тихий. Вот читаем воспоминания паломников, когда уже пароходики ходили. Все паломники валаамские начинали путь, конечно же, с Каневца. Это была молитвенная подготовка и к дальнейшему пути, потому что для всех путешественников Ладога стала прообразом вообще земной жизни. Удивительно, человек русский, готовясь к паломничеству, готовился уйти навсегда. Шли месяцами к Святой Земле. И это действительно было путешествие в мир иной. Как к смерти надевали лучшую белую рубаху, шли долго. У Немировича Данченко первое, что его поразило, когда он вступил на Каневец – тишина. Это тогда-то, еще и с тихой Россией, приплыв на тихий остров, он не мог привыкнуть очень долго к тому, что в мире может быть так тихо. Здесь был Дюман, здесь был Лесков, здесь Тючев был, Шмелев. Ну, наверное, так, может быть, дерзновенно сказать, но, наверное, Матерь Божия тоже не каждого пускает. Очень интересное воспоминание у Александра Дюма отца. Он был очень впечатлен конь-камнем. Он сказал, что самые злые комары на свете, они именно здесь у нас. А второе, что наиболее потрясло Александра Дюма, что самые ужасные в мире кровати. Но, правда, потом он побывал в Киргизии и поменял свое мнение. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Наши северные монастыри воплощали древнее устремление души человеческой жить по Божьему закону, жить по правде. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все внешние нападения, будь то шведы, будь то какие-то стихийные бедствия, воспринимались как испытания, которые посылает Господь и которые надо пройти достойно и понять, во имя чего были даны эти испытания. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ведь были многие годы пустоты, когда изгонялось братья, когда обитель полностью до основания разрушалась. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хоть икона и уходила, но мощи преподобного Арсения они и были. Поэтому преподобный он, даже тогда, когда его тело находилось в состоянии такого как бы поругания, он все равно здесь пребывал и пребывает. Конец 19-го, начало 20-го века, это период расцвета. На 1914 год в братья значился 321 человек. В Петербурге было два монастырских подворья, одно сохранилось, второе, к сожалению, уничтожено на Охте. То есть вот к моменту революции, наверное, да, монастырь был на взлете, на расцвете сил. Была знаменитая библиотека, которую потом, когда Красная Армия зашла на остров, и сохранились свидетельства о том, что эта библиотека просто выбрасывали и сжигали прямо в коре монастыря. Там были знаменитые рукописи. Например, одна из них, так называемая Каневская псалтырь, она ведь легла в основу нашей славянской Библии архиепископа Геннадия Новгородского 1799 года. Еще в начале XIX века, когда была юридически оформлена Великое княжество финляндское, то остров Каневец, так же, как и Велам, был включен именно в это административное образование. Когда Ленин подписал декрет о государственной независимости Финляндии, остров Каневец вошел в состав другого государства. Именно это спасло и Каневец, и Велам от разорения возможного уничтожения. В ту пору, когда монастыри закрывались, монастыри уничтожались, превращались в сельскохозяйственные коммуны, братья преследовались. Для русского человека Господь угодовал вот такое утешение. Это было утешение для многих людей, уехавших из России, оказавшихся в Европе. Они могли попасть в старую Россию. Ты город, черный город, Что ты льешься надо мной? Ты, дамы и чиньи дождаешься. Черный город, я не твой. Ты, дамы и чиньи дождаешься. Черный город, я не твой. Православие в Финляндии, ну да, к счастью, это государственная религия. То есть, опять же, никаких гонений, в общем-то, ни в какие времена не было. Но уже в 20-е годы 20-го века на острове разместилась финская артиллерия. Две огневые точки было на острове. И в белой гостинице расположился штаб береговой артиллерии. Там стояло две батареи финские. Одна простреливала пролив, вторая простреливала, насколько прострелится Ладожское озеро. И Игумен Маврикий, который на то время был настоятелем, он, когда в армии служил, он был в Манергиме вестовым. И потом, когда уже в составе Финляндии был Каневский монастырь, и Манергим в свое время хотел убрать оттуда монастырь и оставить там гарнизон военный. Вот, видимо, эта дружба сыграла роль, чтобы монастырь остался. Песня «Смертью мурану» Подарень мне плотной, Попаду с тобой я восстану, Говори, солодь, солодь. Ну, а когда началась Зимняя война, братья оставались на Каневце, бомбежки пережидали в храме, молились. К счастью, никто не пострадал, здания практически не были разрушены. Но вот за сутки до подписания мирного договора все-таки братья вынуждены были уходить с острова. Братья с собой унесла буквально то, что могли унести на руках. Личные вещи, как пишут воспоминания по две смены белья, молебен отслужили перед Каневской иконой Божьей Матери, вынули ее из киоту и несли с собой в эвакуацию. В июне 40-го года была приобретена ими небольшая усадьба Хия-Ках, где продолжилась монашеская жизнь. Вот когда уже каневские монахи сами не могли поддерживать жизнь в своем монастыре, они ушли к своим, к валаамцам, и сейчас они там, на Новом Валааме, и на общем кладбище, и в молитве самое главное. Ничего не было во время войны, там просто не было ничего. А после войны уже всякие военные институты, связанные с подводным морским оружием, там были у них базы, испытательные полигоны. Но опять же я вот все время, я слышу такие разговоры, что вот там военные разрушили. Нет. Я прекрасно помню, что военные первые, кто откликнулись, когда передавали монастырь, и владыке Назарию помогали, и нам помогали. Люди, ну, порядка 25-30 лет отдали своей жизни именно монастырю. Именно в простоте сердца, кто насколько мог, какими командирами какие-то приказы отдавали. Но кто как мог, так и помогали. И немаловажный факт, мы не утратили вот этот ансамбль, потому что если бы были туристы, мы бы там точно ничего не нашли бы. Честь мой, Виктор Васильевич Жаров. После войны он здесь был командиром в честь. Один раз он увидел, как разделают, икона была как разделочная доска в столовой. Он с этого момента, то есть приказал собрать все иконы по храму, по скитам и спрятать под лестницей. Когда икона, он забирал, она была пробита в двух местах пулей. Я почему не знаю, потому что я уже против его смерти икону взял, увидел эти дырочки. Вот, в течение двухлетная полутора была и стараться проходила эта икона. Снимались доски сзади, там что-то менялось. Вот мы эту икону отдали в дар, к конец. То есть это его отца желание было еще до смерти. Конечно, военных надо вспомнить добрым словом, потому что первые два года помогали нам военные. А всего девять человек прибыло. Это было 28 мая 91-го года. 28 мая мы приехали, и сразу на второй день мы начали навоз возить на огороды, потому что я понимал, что это остров. Тем более у нас ни корабля, у меня машины не было даже. И, конечно, я надеялся на то, что та земля скудная, которая там на острове, она может нам чем-то помочь и прокормить. Это отдельная история. Как корова забралась на третий этаж белой гостиницы, как солдат бедный чуть-чуть там не потерял удары речи. Он думал, что там бес, потому что уткнул. Там был бак для воды такой, чтобы мы качали из Ладоги воду. Забор был, бак, и туда корова забралась, назад не может вылезти. Пошел солдат проверять, воды не стало. И ткнулся, а там не было света, электричества не было. И он ткнулся в шерсть какую-то. Он оттуда просто скатился, у него чуть инфаркт не случился. Он думал, и говорит, что там бес. Ну, мы потом пошли, беса вывели оттуда. Еле-еле вытащили. Вот так начинался коневец. Понятно, что вот это впечатление, что вроде бы все есть, и вроде бы действительно просто, ну, условно говоря, поменять вывеску. Но на самом-то деле, конечно, это было очень тяжело. Первый этаж собора был освобожден, было вырезано так метр на метр пола. Вот на месте, где когда-то стояла рака с преподобным. Нам было известно, что в 16 веке, когда шведы наступали, монахи, мощи, которые были над полом, их похоронили тут. И мне пришлось своими руками извлекать из небытия мощи преподобного Арсения. Могила была вскрыта, там огромный камень черный был таким накрыт. А потом мы с нашими судебными экспертами, они собрали комиссию и действительно определили и генетически, и по всем признакам, что это мощи того времени, когда был преподобный Арсений. Он ведь был ковач, и они даже нашли части скелета, которые были как раз именно стерты, так как человек, который занимался таким тяжелым трудом. Вот эта рака, которая ныне там стоит, это как раз нашелся мастер, который при мне начал резную раку. Конечно, подлинная она серебряная была, но мы не могли, поэтому мы сделали деревянную, которая, по-моему, не хуже получилась. Вот так потихоньку развивалась, развивалась, выделялись средства и проводились реставрационные работы какие-то. Но понятно, что средств, как бы, и потенциала-то особого не было. Вот до 25-летия мы, когда праздновали восстановление монашеской жизни, Господь нам вот такой подарок сделал. Для нас совершенно случайно судно, на котором наш президент возвращался с Валаама, сделало остановку здесь, на Каневце. Заканчивалось вечернее богослужение по вечере, когда Владимир Владимирович зашел в Арсеньевский храм, спросил, нужно ли монастырю что-нибудь. Отец Зосима помахал рукой, сказал, нет-нет-нет-нет, ничего не надо, но все хорошо. Ну, Владимир Владимирович пожал плечами, потом спросил, что это вот настоятель монастыря. Он говорит, нет, вот настоятель у нас сейчас уехал, у нас корабль на ремонте. Угу, то есть, значит, у вас корабль на ремонте, то есть вам все-таки что-то нужно. Ну, вот прошли они верхний храм, Владимир Владимирович посмотрел, совершенно по собственной инициативе, обратился к руководителю компании Роснефти Григори Ивановичу Сечину, после чего была составлена программа реставрации Каневского монастыря, и вот нынешней весной она завершилась благополучно. Ну, это совершенно другой подход, но мы бы с этим просто не справились, потому что, ну, мы же не особый строитель. Поэтому, в честь и хвала, конечно, вот компании Роснефти, мы молимся за них все время, что вот теперь мы видим полностью восстановленный монастырь. Был проложен кабель по дну Ладожского озера, и на сегодняшний день 14 киловольт силового электричества существует на острове. Роспись Верхнего собора воссоздана с точностью до 0,5 миллиметра. Ее состояние было, к сожалению, аварийным. Роспись демонтирована была, так же, как и штукатурка. На основании фотограмметрической съемки роспись была воссоздана полностью, за исключением тех сюжетов, атрибуция которых была затруднена. Работали мы и в архивах Финляндии, и работали и в архивах Санкт-Петербурга. В целом, внешний вид монастыря сохранен таким, каким он был в начале 20 века. Были выполнены серьезные работы по устройству причала и по устройству Владычной бухты. Причал теперь имеет возможность принимать круизники. Это беспрецедентная по размаху реконструкция. Недаром владыка Выборгский и Приозерский Игнатий называют это Третьей Пасхой. У нас берег, конечно, ближе и нам, естественно, немножко легче, но все равно и сейчас бывают довольно долго периоды, когда остров отрезан от материка. Монастырь передан в помощь катамаран, который 150 пассажиров берет, два судна на воздушных подушках, которые осуществляют навигацию в такой вот сложный период, когда остальные сюда практически не ходят. И такого представительского класса судна Тарга. Теперь главное не утратить дух среди вот этого рая, который наступил. И вот замечали, вот приезжают люди, ходят счастливые. Вот непонятно, что происходит. Вот, как мы говорим, накрыло благодатью, и все. Все вкупе работало. И устремили людей, и молитвы людей, и подвиги, конечно, и отцов святых, и братья, и подвиги. Вот такой вот потенциал заложен был изначально. А мы теперь им пользуемся, и вот опять же говорю, нам бы не утратить дух, потому что в этом веке наше дежурство, а как дежурили, будет ясно на финише. Выходишь за ворота, и ты понимаешь, что ты оказываешься вообще в другом мире, в другом пространстве. Хотя кажется, что вот, ну что там, полчаса на кораблике. А вот прикосновение к вечности, наверное, действительно. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ